Товаров местных производителей на полках ульянских супермаркетов становится все больше и больше. Почти весь хлеб и молочная продукция уже производится у нас в регионе. А вот с другими видами товаров ситуация сложнее. Сегодня реализацию продуктов местных производителей в одной из торговых сетей проверил народный контроль. Заодно общественники проконтролировали соблюдение санитарных требований и сроков годности товаров, а также удобство их размещения. Поводом послужили жалобы в адрес региональных супермаркетов. Нарушений зафиксировано не было, а вот местных товаров могло быть и больше, особенно колбас и мясных изделий. Это молочка, соответственно, это хлеб. Дальше у нас, к сожалению, вода. Это один у нас только местный производитель. И дальше у нас, соответственно, колбасные изделия, где вообще у нас нет местных производителей. Это, опять-таки же, вопрос к нашим крестьянам. По словам представителей супермаркетов, не все местные фермеры сумели заключить необходимые договоры с руководителями торговых сетей, которые базируются в Самаре, Москве и других субъектах. Областные директора своим решением лоббировать ульяновского производителя, к сожалению, не могут. Тем не менее, количество местных продуктов на прилавках все-таки увеличивается. Доля местных товаропроизводителей на полке сети с каждым годом растет. В 2013 году она составляла 13%. На сегодняшний день она составляет уже 27%. Это не касается таких ключевых направлений, как хлебобулочное изделие и молоко. Здесь доля составляет от 75% до 80%. Товары ульянских производителей выделены особым стопером на полке магазина. Они очень нравятся нашим покупателям и имеют высокий спрос. Все товары регионального производства в торговых сетях имеют специальную маркировку. Их стоимость, к тому же, значительно ниже, чем у аналогичных товаров соседних областей. Что и говорить об импортных. А вот вкусовые качества выше. Об этом нам рассказали покупатели супермаркета. Ну, в основном молочные все. Ульянские, да, производители нравятся. Молочные, кефир, молоко, сметана. Это не первый рейд народного контроля в торговые сети. Опыт предыдущих показал, что санитарных норм коммерсанты, как правило, все-таки не нарушают. И просроченного товара не выкладывают. Однако есть и общие недостатки. Высокая стоимость продуктов питания и обилие импортных товаров. Наблюдая за многими торговыми сетями, видим, как увеличивается доля представителей местных товаропроизводителей. Как увеличивается доля продукции, произведенной предприятиями малого и среднего бизнеса. Ну и также мы, конечно, видим, что конкурентность товаров ведет к их качеству. Напомним, программа импортозамещения в Российской Федерации стала действовать по решению президента Владимира Путина. В Ульяновской области она реализуется с 2014 года, то есть с момента введения продовольственных санкций. И если раньше это доставляло жителям региона неудобства, то теперь они видят. Свой продукт вкуснее. Андрей Творгов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.